Всегда, когда делать дуа, перед тем, как просить шего от Аллаха, мы должны его восхвалять. Даже если человек пойдет, например, к высокопоставленному человеку, чиновнику, о чем-то просить, он что, не сразу дай мне это, дай мне это, он что, как ваши дела, начнет его, там, маша-аллах, там, скажет, вот, спасибо большое, то, что нашли время, то, что меня приняли, то, что это, мы очень рады вашим действиям, и так далее. Потом уже начинает какую-то просьбу. Также Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, любит, когда его раб его восхваляет. Любит, когда его раб его восхваляет, как сказал Адам, алей-салям, я, Рабби, лима сауэй, лима, ма сауэй, табейна ль, айбад. О, мой Господь, почему ты всех не сделал одинаковым? Когда увидел, что среди людей будут испытываемы, которые, у кого-то больше будет риска, у кого-то меньше, почему ты всех не сделал одинаковыми? На что Аллах, Субхану Ва Тааля, ответил, я, Адам, инни ухибуа ан ушкар. О, Адам, я люблю, когда меня восхваляют, когда меня благодарят. Как Аллах любит, когда его благодарят, так же Аллах, Субхану Ва Тааля, любит, что его раб проявляет терпение, когда Аллах, Субхану Ва Тааля, его испытывает. Поэтому это из сунны, перед тем, как делать дуа, восхвалять Аллаху, Субхану Ва Тааля. В сподвижнике, посланник Аллаха, когда делали дуа, во время кунут намаза, они говорили то, что любимым для наших сердец было восхваление Аллаха, чем просьба. Аллаху малак алхамду бил ислам, лакалхамду бил иман, лакалхамду бил Кур'ан. Аллах, благодарим тебя за ислам, благодарим за иман, благодарим за Кур'ан, благодарим за семью, за детей, благодарим за богатство. То есть, вот это вот тем самым, человек начинает понимать то, что всё Аллах ему дал, и он его благодарит. Поэтому в салефе Салеха говорили, то что восхваление Аллаха более любимое для нас, чем само дуа. И пророк Мухаммад, когда сказал, что в судный день каждый пророк будет говорить, работа на все, на все, о Господь, меня спаси, меня спаси. Кроме посланника Аллаха, салла лаве алена. Посланник Аллаха, салла лаве алена, сказал, то что каждый и сам за себя будет отвечать. Но я знаю, как попросить. Я знаю, как попросить Аллаха за умму. И тогда сказал, говорит, я пойду вначале. Сделаю земной поклон под троном Всевышнего Аллаха, и буду его восхвалять через те тазбихаты, через те викры, которые он меня научил. А потом буду просить уже за умму шафа, за умму свое заступничество. И какой же будет ответ, сказан в хадисе, подними голову, проси, я тебе дам, проси заступничество, и тебе будет дано заступничество. Поэтому это нас обучает перед тем, как мы обращаемся с просьбой, мы восхваляем Всевышнего Аллаха. Поэтому сказано в хадисе, две вещи, как бы, за обе награды получишь. Первый за восхваление, награду, а второй за дуа получишь ответ от Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok